Очень много вопросов идет по поводу того, какого размера должен быть снуд. Сколько сантиметров он у меня, допустим, в изделии. Дело в том, что... Или сколько нужно ребенку сантиметров размер. Дети разные, взрослые разные. Снуд кому-то нужен более свободный, кому-то вот прямо в обтяжку. Снуды абсолютно различные, поэтому здесь нет какого-то определенного размера снуда. И тем более, как можно оценивать работу. Я, допустим, вяжу пряжей, допустим, 160 метров в 100 граммах. Кто-то вяжет гораздо больше, либо еще меньше. Поэтому необходимо связать наборный край, начальную цепочку. Либо начать с нуд и уже по нему мерить, какого размера вам необходимо изделие. Итак, вот у меня связан такой вот круг. И как я буду прикладывать. Вот, если снуд одевается на голову, то, соответственно, вот смотрите. Либо, если вы хотите потуже, то можно сделать потуже. Если еще свободней вам желательно, то, конечно, нужно добавить еще петель. Если вам нужно не на голову, а на шею, допустим, вы связали точно так же начальный какой-то ряд и прикладываете уже к шее. Вот, смотрите, вот, допустим, вот так выглядит. Будет выглядеть, будет снуд такого размера на шее. Причем вязка может быть чуть-чуть еще, как бы вот, смотря какой рисунок будет, может чуть-чуть посвободней лечь. Может складочками там, может просто там, не знаю, по-разному может уложиться в готовом изделии. И поэтому смотрите уже в зависимости от того, какой размер вам подойдет. Может быть, ребеночку нужно, вот, допустим, вот только-только, чтобы на шею снуд был и будет достаточно. Поэтому это уже все по вашему, на ваше усмотрение, по вашему желанию. Как вы хотите, так уже и набирайте. Я не могу подсказать вам, сколько на два года или на пять лет нужно набирать петель. Нужно все это смотреть уже тогда, когда вы вяжете. Ну, спасибо, если меня поняли. И давайте будем приступать к работе.